Пока генпрокурор намеревается снять неприкосновенность с нардепа Артёменко, сам депутат обещает вот-вот и расскажет все детали своего мирного плана. А его, уже бывшие коллеги по фракции, радикалы, тем временем заняты спасением коалиции. Вчера они подписали декларацию единства с БПП и Народным фронтом. Что ж, посмотрим, насколько это реанимирует большинство. А сегодня депутаты пытались реанимировать повестку дня сессии. И, похоже, перестарались. Таково мое впечатление от сегодняшнего парламентского дня. Мирный план Артёменко, который наделал немало шума накануне, во все обсуждают в парламенте. Сам нардеп, которого вчера исключили из фракции радикальной партии, сегодня появился в Раде. Говорит, американские СМИ его неправильно истолковали. Своё видение ситуации обещают обнародовать позже, а вот с мандатом прощаться не намерен. Конечно, я остаюсь позжефракционным депутатом. В ближайшее время, пару дней, я дам официальную пресс-конференцию, пресс-релиз и, главное, публикую эту инициативу, про что шла снова. Потому что план, который Артёменко, который уже сейчас все говорят, это мирная инициатива депутатов Верховной Рады, экс-депутатов Верховной Рады, громадских девушек Украины. Тем временем в кулуарах вовсю ищутся авторов этого самого плана. Подозревали даже нардепов из коалиции, но те всё отрицают. Меня привязывать к этой истории просто абсолютно не важно, потому что я ещё раз скажу, в таких планах я даже до них близко не подойду. А вот с трибуны главная тема – блокада торговли с оккупированной частью Донбасса. Мы требуем от украинской влады негайно прекратить торговлю на крови, потому что именно это – руйнацией украинской независимости и государства, как институции. Депутатский мандат даёт право на створение и принятие законов, а не на их безкарные порушения, хулиганство, побитие полиции или блокирование залезницы. Ничего не заважало парламенту проголосовать политическую частину Минских угод с передумовым вступом и в силу. Это бы только посылало переговорные позиции Украины. За медь всего на сходе распочата торговельная блокада, которая отштовхивает наших співгромадян и загроживает системе житезабеспечения краины. Тем не менее, депутаты самопомощи, которые поддерживают блокаду, требуют от Рады принять закон, который запрещал бы торговлю с оккупированной частью. Но не все нардепы уповают на парламент. В терминовом порядке уряд должен запрещать торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, затвердивши вычерканный перелик товаров и предметов, которые можно ввозить через линию размежевания в обе два бокса. Препинять это нужно не принятие законов, которые просто завуалюют эту торговлю с оккупированными территориями, а прекинять это нужно с самым решением высшей влады Украины. Этим должен заниматься служба безопасности Украины, президент Украины, Рада национальной безопасности Украины и так далее. После политических оценок в Верховной Раде, как никогда, продуктивная работа. После годовщины трагических событий на Майдане депутаты мобилизовались. Избранники с первой попытки, правда в первом чтении, проголосовали за то, чтобы предоставить статус участников боевых действий активистам Евромайдана. Люди, которые были ранены на Майдане, статусу и никакого социального защиты, кроме выплаты грошовой компенсации, не отримали. Другого шляха, чем расширение действий закону про статус ветеранов войны, на сегодняшний момент нет. А еще нардепы выделили землю на институтской под музей революции достоинства. Законопроект тоже нашел нужное количество голосов. И еще одно достижение утвердили повестку дня сессии. То есть, перечень законопроектов, которые будут рассматривать до лета. Правда, в списке этом все документы, которые уже есть в Раде. Я хочу оголосить, 2327 включаются порядок данной сессии. Только таким чином формуется консенсус и включается консенсус. Я не считаю, что это компромисс к телу. Я думаю, что эти законы очень потребуют сегодня общество, граждан, граждане нашей страны и все. Те, кто смотрит, важно и следит за политическим жизнением нашей страны. Ну вот, какие документы и когда попадут в зал, зависит в большей степени от спикера. Стать же законами могут около десятка проектов. Те, что включили, это доброе, что включили. Теперь вопрос, что из этого будет рассматриваться. Наши законопроекти очень хорошие и правильные, так? А чему-то не заходят в порядок в день. И нужно говорить о том, что у нас на сегодняшний день есть достаточно однополярный парламент. Взагалі, это может быть 2-3 закона в день. Вот, пожалуйста, 2 дни мы работаем. Это 6 законов в тиждень. В месяц это может быть 10 законов. Вот в год это 120, из 2000 это 120 законов. Такая вот сегодня эффективность Верховной Рады. Я думаю, что все те законы, которые написаны депутатами, они, конечно, будут уже перекладаны на наступное скликание депутатов Верховной Рады. Впрочем, сегодняшняя эффективность Рады закончилась на утреннем заседании, которое, к слову, проходило одновременно с митингом противников торговли с оккупированной частью Донбасса. Правда, активисты как пришли, так и ушли буквально по часам. К обеду на площади перед парламентом осталась только охрана. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер.